Джейсон Смарт с нами на связи, американский политехнолог и политолог. Джейсон, здравствуйте, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Исторический день для Украины, Израиля, Тайваня и, наверное, самих Соединенных Штатов Америки. Было тяжело и непросто эти полгода, скажем так, в том числе в это время в Вашингтоне на Капитолийском холме проходили внутриамериканские политические противоречия, кто-то может сказать, скажем так, обсуждение так точно. Как вы видите, собственно, как может быть использовано в том числе и, возможно, для дальнейших пакетов помощи Украины вот сегодняшнее историческое событие подписания Байденом помощи для Украины. Что это значит в том числе для Штатов? Я думаю, что это очень важно, на самом деле. То есть это не только, что они решили перебросывать еще оружие в Украине, а я вижу, что риторика в Вашингтоне изменилась. То есть раньше, как вы знаете, всегда они говорили, нам надо защищать Украину или помочь Украине защищать себя. А сейчас уже не так. Больше и больше, о чем они говорят, как мы можем сделать так, чтобы Украина победила. Это уже большая разница. А тем больше, что они говорят, что нам надо сделать, чтобы Россия проиграла. Не что просто Россия не была в территории Украины, а чтобы Россия проиграла. Я вижу, что риторика изменилась, и это большой позитив. Потому что это значит, что для будущего помощи это будет более реально, быстрее и легче. Я думаю, что не было таких проблем, как этот раз, уже полгода, который мы ждем. Но я думаю, что те, которые из МАГА, то есть это республиканцы, которые любят Трампа, которые были против еще помощи в Украине, это уже видно, что они не имеют столько власти, как они и думали. То есть их возможность убрать спикера, как она называется спикером Кевин Маккарти, не будет повторяться. То есть сейчас это уже будет сложнее, для них работать против помощи в Украине. И в моих глазах, с моей точки зрения, я думаю, что до конца года будет еще новая помощь в Украине. Может быть, через два месяца, где-то три месяца, чтобы и на следующий год Украина могла защищаться и дальше воевать против Российской и России. Вот я хочу еще поговорить об оперативности. В течение нескольких часов после подписания начнется отправка помощи в Украину. Это действительно феноменально. Олицетворяет ли это начало нового времени, где партнеры действительно способны и готовы к быстрым решениям? Сможет ли это, ну, знаете ли, такую тенденцию в будущем задать? Да, и только что, минут 20 назад, читал Вашингтон пост, что говорят, что, да, президент Джо Байлин сказал, что через несколько часов уже будет оружие, которое отправляется в Украину. Это показывает, что Белый Дом не хочет еще потратить время, что Белый Дом на свете не готов это делать. И я думаю, что, как сенатор Марк Ворнер сказал позавечера, что он ожидает, что до конца недели уже будут атаками в Украине. То есть, Американцы очень быстро работают. Все очень готовы. Они знают, что Украине нужна эта помощь. И они давно ждали перебросывать это новое оружие, чтобы Украина защищала себя. Особенно, как я сказал, атакамцы, но тоже патриоти, чтобы Украина могла защищать свое небо. Митч Макконнелл заявил, что необходимо дать возможность Украине поражать военные цели на территории России. Мы, конечно же, солидарны с этим мнением и уже не единожды об этом говорили. От чего зависит зеленый свет для Украины? Знаете, что здесь очень интересно, что все эти проблемы на полгода, я думаю, что республиканцы сейчас понимают, что это была большая ошибка, что это не получилось, как они ожидали. Но что это значит? Значит, что сейчас республиканцы, чтобы избиратели не думали, что они славы, что это партия, которая не хочет помочь Украине. Потому что, как вы знаете, большинство американцев хотят помочь Украине. Но чтобы они показали себя как партия, которая действительно против России, против Путина, и за Украину, им надо быть более радикальным. Это уже пришло, что им надо сказать и делать вещи, которые был дома не хочет. Чтобы они показали себя, что нет, наоборот, что это был дом, который слабый, это был дом, который боится Путина. А мы не боимся. Из-за этого я думаю, что такие заявления, они важны и они очень реальны. Я думаю, что сейчас мы будем видеть, что американцы будут более активно поддерживать Украину, более активно будут помочь Украине получить не только оружие, но они будут вымощать. Если Украина хочет атаковать целый вирус, тогда это не будет вопрос службы. И я думаю, что это все очень хорошие новости. То есть даже лучше, чем это новое оружие, чтобы менталитет изменилась только в Вашингтоне, это мне радует. Действительно радует. Из-за того, что наконец-то Вашингтон понимает, что Украина не может просто защищать себя. Украина, надо освободить всю свою территорию и сделать так, чтобы Россия поняла, что она проиграла. Что это не просто какой-то конфликт, она проиграла войну. Вот интересно, Вы так вспомнили о республиканцах, я немного также позволю на них отвлечься. Трамп перестал возражать против поддержки пакета своими однопартийцами в результате закулисных договоренностей. Я не утверждаю, это одна из версий, подтверждение которой пока нет, но она все чаще как-то звучит в информационном поле. А как Вы считаете, можем ли мы говорить о некоторых трансформациях Трампа, что ли? Я думаю, что это правда, это еще легче объяснить. То есть те, которые против помощи Украине, это только кто. Они радикальные республиканцы, они меньшинство, и они любят Трампа. Но эти избиратели будут проголосовать за Трампа все равно, даже если ее будут поддерживать Украину. Но те, которые не демократы, а те, которые вообще не знают, за кого голос лоба, и они не такие очень-очень сильные демократы или сильные республиканцы, те, которые среди них, это люди, обычные люди, они поддерживают Украину. Что если он хочет выиграть их голосы на выборах, ему надо показать им эту аудиторию, что он человек, который действительно готов работать в интересах Америки, и им не нравится слышать, что он против помощи Украине. Из этого ему надо изменить его риторику, чтобы он мог выиграть в выборе в ноябре. Как Вы знаете, это последний раз, когда он стал президентом Обама, был президентом Трампа. Обама не хотел дать Украине помощь, когда война началась в 2013-м. Даже они перебросывали после Джавеллини. Трамп сделал больше, чем Обама. А почему так? Он это сделал из-за того, что он хотел показать американцам, что он еще сильнее, чем Обама. Он тоже хотел показать всем, что они за Россию. И я думаю, что это тоже самое здесь и сейчас. Это ему важно быть более активным и быть жестче, чем Байден, чтобы я показал, что он лучше верит в тех, которые поддерживают Украину. Мы вспоминали сегодня мистера МакКоннелла. Он в своем заявлении говорил о том, что есть ряд стран, которые вкладывают в ВВП, в оборону больше, чем 2% ВВП. Скажем так, со стороны ряда американских политиков были определенные. Я не хочу сказать обвинение, это, наверное, слишком сильное слово в этом аспекте. Но, тем не менее, как вы видите, этот пакет помощи на почти 95 миллиардов долларов в целом и Израилю, и Тайваню, и Украине. Какое настроение, скажем так, он оставляет теперь для стран европейских, которых также часто обвиняют в том, что неповоротливая политика в отношении УПК, оборонно-промышленного комплекса и прочее. Я не совсем, вот мне нравятся эти обвинения, но, тем не менее, они-то существуют, скажем так. Как вы видите, как будет политика Европы в том числе меняться после такого решения в Вашингтоне? Я думаю, что это, конечно, да, видно в Европе. Сейчас они уже видят, что американцы не избили Украину. Значит, что они могут еще перебросить оружие в Украине и не переживать, если будут еще американские оружия в них, если им нужны эти оружия. Американцы показали, что да, есть еще интерес быть активным в мире и действовать в других странах. И тоже я думаю, что мы все понимаем, что американские оружия – это критически важно в Украине. Без них это будет очень-очень сложно. И даже, например, Эстония перебросать оружие – это классно, это лично, это супер. Но просто маленькая страна, количество – это маленький. То есть действительно можно изменить войну? Нет. Помогает? Да. Но изменить войну? Нет. Из этого они сами понимают, что да, с американскими оружиями, с их оружиями, с европейскими оружиями, тогда уже будет эффект, который побольше и посильнее. И вот мне интересно, ведь страны Европейского Союза, несмотря на то, что Европейский Союз един, но тем не менее мы понимаем, что политика так или иначе отдельных стран может отличаться и в плане подготовки военно-промышленного комплекса в том числе. Кого вы на сегодня могли бы выделить, по вашему мнению, как страны-лидеры для усиления своего военно-промышленного комплекса, которые могли бы, скажем так, отчасти, может, в будущем возглавить поддержку Украины от Европейского Союза, ну и, собственно, сам Европейский Союз немного обезопасить? Ну и уже видно, что, конечно, есть страны, как Чехия, которые сейчас работают на этом. Но самые большие страны в Европе, конечно, это французская и немецкая. И как раз у них есть огромная часть их экономики, которая занимается оружием. И думаю, что они будут строить еще новые. И Макрон это сам сказал, Константин, президент Франции, что они думают, что это важное. Европа больше подготовила себе для будущего. И сейчас они хотят открыть новые заводы, чтобы они производили еще новые оружия. И немецкие сказали то же самое. То есть ждать, ожидать, что американцы будут всегда производить себе оружие невозможно. И это очень хорошо. То есть действительно это лучше для Европы, чтобы они сами производили побольше оружия, чтобы они сами могли защищать себя. И в этом случае, думаю, что это тоже позитивно. И с того, что они будут еще перебросывать оружие в Украине. То есть если мы все работаем вместе, европейские страны и США, а имеющий эффект в Украине будет огромный позитив. Один аспект, Джейсон, он не касается конкретно этого пакета помощи для Украины со стороны Штатов. Но в целом оппозиции, да, политики Вашингтона, какая она ведется. Ряд СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона в том числе. Потом эта информация обсуждалась уже официально во время брифингов. А какой-то реакции со стороны Штатов в отношении ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающих заводах. Ныне эта тема, вот она в принципе пропала, да, ну в свете того, что ныне на Капитолийском холме принимали помощь для Украины в том числе. И эта тема, ну естественно, как это бывает, она в целом пропала. Но витает вот этот ее привкус, тем не менее, в воздухе. Как вы видите, изменилась ли позиция в целом Вашингтона в этом аспекте? И как она вообще сейчас звучит? Как правильно ее слушать? Я думаю, что это важно сказать, что я думаю, что все, которые в Пентагоне или в Белом доме, они сами прекрасно понимают, что это неплохо, что Украина это делает. Даже это хорошо. Но, конечно, есть другой аспект. Это дипломатический. То есть по международным законам им легче или лучше сказать, что официально не против. Потому что тогда они не принимают никакой ответственности. И могут сказать россиянам, что это не касается нас. Это вопрос к Киеву, не к Вашингтону. Но на самом деле, эти машины не тупые. Они прекрасно понимают, что как по-другому. То есть есть война. Одна страна такая, другая. И сказать, что та страна, которая под оккупацией, под агрессией, не может ответить к этому. Это случается. Конечно, они все прекрасно понимают, что это неплохо, что Россия получает эти удары. Я помню так, к слову, что 24 апреля был один из ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Пока что неизвестных дронов. Дронов неизвестного происхождения. Смоленская область. Две нефтебазы пострадали, мягко говоря. База хранения, перекачки горючих смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево, Раздорово, Смоленской области Российской Федерации. Джейсон, спасибо вам огромное за участие в эфире «Фридом». Всегда вам тут рады. Джейсон Смарт был с нами на связи. Американский политтехнолог и политолог. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.